Субтитры делал DimaTorzok Да? Посылка, мэм. Убирайся, монстр! Прошло две недели, леди! Я здесь, чтобы доставить вашу посылку! Демон! Ладно, приятного дня! Ой, ты всего лишь доставил посылку снова. Простите! Так что, начнем уже вечеринку? Хорошо, давайте еще разок, только погромче! Хорошо! Эх, ты поешь как ангел Кайло. Хи-хи! Вот так всегда! Знаешь, Дэмиан, я был бы очень признателен, если бы ты не приставал к моей девушке. Особенно прямо передо мной. Тебя это беспокоит? Да! Простите, но ухабла инглиш, синьор Зильяно. Извини за это, Зил. Я всегда нервничаю, когда он поблизости. Ничего, малыш. Не думаю, что он сможет составить мне какую-либо конкуренцию. Ммм. 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 Фу! Почему они не делают это наедине? Эм, почему тебя это беспокоит? Твои шансы с Кайлой равны нулю. К тому же, она боится тебя. Не-е-е. Верующие девушки это всего лишь вызов. К тому же, в конце, они всегда поддаются искушению. Ммм. Хорошо, ребята, это было грандиозно. Что думаешь, Кэм? Я думаю, они звучали хорошо. Ладно, перерыв, ребятки. Оу, эй, Кэм. Я хотел спросить у тебя кое-что. Каждый год я организую маленькое шоу талантов, чтобы приманивать больше студентов познать свои страсти. Не хотела бы ты мне помочь с этим в этом году? Эм, конечно. Это звучит весело. О, здорово! Спасибо! Это будет весело! Да! Обычно Алл помогает мне, но он не очень хорош в организации. Что ж, я буду рада тебе в этом помочь, единственному знакомому мне здесь человеку. Хе-хе-хе, я не человек. А? А тогда кто ты на самом деле? Я Авиан! Эм, я тебя не поняла. Хмм. Ты когда-нибудь слышала об оборотнях? В сказках, да. Авианы это птицы-оборотни. Мы обычно принимаем образ человека, чтобы было проще держать вещи руками вместо крыльев. Так проще есть еду или целовать ртом, чем клювами. Понимаешь? Ты птиц тоже боишься? Я боюсь всех животных, если быть честной. Это то, что меня будет постоянно преследовать, я полагаю. Это лучшее отношение к проблеме, Кэм. Я так тобой горжусь. Эээ. Хмм. Ладно, ребятки. Перифоко... Упс. Похоже, я потеряла счет времени. Класс свободен. Слушай, Зил. Ты волнуешься перед следующей неделей? Следующей неделей? А, следующей неделей, да. Я кое-что особенное запланировал для нас обоих. Пока, сладкий. Увидимся, малышка. Ах. Не могу поверить, что на следующей неделе у нас трехлетняя годовщина. И мне интересно, что он запланировал. Я хочу сказать, не важно, что он запланировал. Все будет нормально. Но он всегда делает все самые романтичные штуки. Хи-хи-хи-хи. Хи-хи. 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 Слушай, Зил. Что с Кайлой будете делать на следующей неделе? О, у меня прекрасная идея для нас обоих. Знаешь песню, что мы пели в год музыкального первокурсника? Ага, это когда вы познакомились. Ну, я думаю, это будет идеальная песня для шоу. Для шоу? Ага. В следующей неделе пробы, и я знаю, что Кайла точно согласится. Хи-хи. Зил, я думаю, ты... Забываешь? Забываешь, что у тебя есть серьезный соперник в этом году? Твоей полосе побед приходит конец. Ты уверен в этом, Шкет? Ладно, что ж, увидимся, Джек. Я должен идти. Поработаю пораньше сегодня. Угу. В чем твоя проблема, Дэм? Я не могу позволить тебе напомнить ему о чушу насчет годовщины. От его вина, что он забыл. Так ты думаешь, что может заставить меня не рассказывать моему лучшему другу о том, что он забыл о трехлетней годовщине? Да. Попробуй. Удобно? Дэмиан! Выпусти меня отс... Это всего лишь неделя, Джек. Продержишься. Всего лишь неделя. Используй. Быстрее. Вастреб europ 89